Лён, вильмис, по данной, о выросшивании и перепространстве культуры. Когда для термания сыровины сбавованы, например, необходимы два технологичные цикла, то для льну таких циклов потребны пять, а для термания сыровины особливо высокой якости – в уголе девять. Новую линию на кармянском именозаводе смонтировали в 2014 году. Зараз тут вырабляется продукция, якая не только запотребованная на внутреннем рынке, а ей поставляется на экспорт. Сирот партнёров, предприемства из России, Польши, Литвы, Китая. Зараз рыхтуется погоднение с латвийской компанией. Рентабельность завода, коля 15%, а тому за экономичные крупкие гляджения, он очувает себе достатково упыльненным. При том, что выроченного, хапая, как загрузить погодности на 100%, в домах, чем их проблем, тут всё-таки готовые. В 2015-м у вынеку притяглой спехоты загинуло, коля 10% посевов. Отсутность страченной сыровины привела до амаль месячного простоя всталевания в минулом году. Всё ли эта ситуация значительно больше сприяльная? Когда шёл рост, активная фаза роста, дождей хватало, у нас проходили, поэтому лён свой рост набрал. Качество продукции 30-го года не хуже уровня прошлого года. На 30% площадей должны получить лучше сырьё. То есть по качеству хуже не будет. Для того, как максимально эффективно выкрасить всё вырешенное, на Кармянском льнозаводе открыли участок паленых брикетов. За месячным объёмом у 100 тонн. У якости сыровины выкористовываются отходы основной вытворчасти. Подлечено, что тонны льно-брикетов заменяют больше 4 тонны дравнины. Яны экологично чистые и мают высокую теплоотдачу. Зараз разглядается махчимость их поставок у организации социальной сферы. Льон в уголе – культура стратегичная. Это сыровина для текстильной, папировой, медицинской, химичной и военной промысловости. Падает самая значная проблема для региона – недохоп поселных площадь. Коли на Витебщине для выращивания льно пригодна кля 48% палетков, то на Комичине не больше 5. При том, что на каждом конкретном участке льон можно сеять. Только один раз у 5-6 годов. Земли подбирать все труднее и труднее. И увеличивается плечо отдаленности от завода. А это перегон техники, перегон автомобиля, отвозка. Все это сказывается на себестоимости льно-трестильного волокна. И все же таки, отмывляться от выращивания льно на Комичине не сбираются. На протягу двух опочных годов площадь под эту культуру займает в регионе 4800 гектаров. Это прикладно на взрывни советских часов. И на 500 гектаров больше задания МИН Сегас-Харшу. И такая информация. На 30-е вересня у Корме запланованы первые в Гомельской области тестовали льну за прошением белорусских и замежных льноводов. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, коллеги радиокомпания «Гомель», Кормянский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова